Элемент водород Образование молекул простого вещества H2 сопровождается выделением энергии. Масса молекулы водорода равна двум углеродным единицам. Более легкого простого вещества в природе нет. Англия, Кембридж, XVIII век. Генри Кавендиш, основатель знаменитой лаборатории, в которой позднее работали Кельвин, Резерфорд и другие ученые с мировым именем. В стенах этой лаборатории Кавендиш получал водород разными способами. Воспроизведем один из его опытов. Цинк и соляная кислота взаимодействуют. Образуется газ. Он горит бесцветным пламенем. И в результате вода. Вода из огня. Газ назвали хидрогениум, что в переводе означает воду рождающий, то есть водород. На нашей планете свободный водород встречается крайне редко. Как правило, водород входит в состав химических соединений. Находится в воде, во многих минералах, горных породах, в живых организмах, в природном газе и нефти. Молекулярный водород иногда выделяется из недр Земли. Его обнаруживают в вулканических газах. Как самый легкий газ, он уходит в верхние слои атмосферы. Одна сотая массы земной коры приходится на водород. Не так уж мало. Это ведь одна шестая часть всех атомов. А какова распространенность водорода во Вселенной? Современные астрономические приборы позволили установить. Более половины массы Солнца — это водород. В атмосфере нашего светила, а на его поверхности температура достигает 5000 градусов, водород находится главным образом в атомарном состоянии. Большие планеты Солнечной системы — Юпитер, Сатурн — на три четверти состоят из водорода. Туманности, галактики, необозримые просторы Вселенной. И здесь водород — наиболее распространенный элемент. Ему принадлежит девять атомов из каждых десяти. Как же получить атомарный водород в земных условиях? В трубке светлый порошок триоксид молибдена и молекулярный водород. Они не реагируют друг с другом. Подвергнем водород действию электрического разряда. Молекулы возбуждаются. Распадаются на атомы, обладающие высокой химической активностью. Цвет порошка изменился. Атомарный водород превратил триоксид молибдена в молибденовую синь. Рассмотрим основные физические свойства водорода. Этот газ бесцветен и малорастворим в воде. Необходимо также знать, сжатый водород хранят только в стальных баллонах, окрашенных в зеленый цвет. Убедимся в легкости водорода. Заполним одну из колб водородом, вытеснив из нее воздух. Водород легче воздуха в 14,5 раз. Этим наилегчайшим газом наполняют метеорологические шары-зонды. Ежедневно, в любую погоду, они несут свою важную службу. Еще одно свойство водорода. Сосуд с подкрашенной водой герметично соединяют с пористым цилиндром. Накрывают стаканом с водородом. Похоже на фокус. А дело вот в чем. Через пористые стенки цилиндра проникают маленькие быстрые молекулы водорода. Они создают избыточное давление. Вода фонтанирует. Водород не имеет запаха и вкуса. Как видите, мышки относятся к нему вполне доброжелательно. В лабораторных условиях водород получают в аппарате КИППА. Прибор заряжают цинком и соляной кислотой. Кран закрыт. Кислота заполняет шарообразную воронку. Теперь кран открыт. Кислота заливает цинк. Происходит реакция замещения. Выделяется молекулярный водород. В аппарате КИППА химическую реакцию можно прерывать или возобновлять по мере необходимости. Итак, водород получен. Но сперва следует проверить газ на чистоту. Это непременное условие. Лающий звук предупреждает. Водород содержит примеси воздуха. Вторая пробирка. Третья. Пошел чистый водород. Обычно бесцветное пламя водорода в кислороде становится ярким. Но горение идет спокойно. Если оба газа смешать и поджечь, произойдет взрыв. Особенно опасна смесь двух объемов водорода и одного кислорода. Это гремучий газ. При обращении с ним нужно строго соблюдать правила безопасности. Взаимодействие водорода с кислородом привело к образованию нового вещества – воды. Ее капельки осели на стенках пробирки. Гремучий газ может образоваться и самопроизвольно. Банку заполняют водородом. Поджигают. По мере его выгорания снизу проникает воздух. Гремучая смесь готова. Самопроизвольное образование гремучего газа может стать причиной катастрофы. Документальные кинокадры запечатлели взрыв огромного дирижабля, наполненного водородом. Теплота реакции водорода с кислородом может быть обращена во благо человека. Например, для сварки тугоплавких металлов. Водород Водород обладает способностью восстанавливать металлы из их оксидов. Ржавчина – это оксиды железа. Водород Внимание! Проверим водород на чистоту. Реакция восстановления. Образовались металлическое железо и вода. А возможно ли обратная реакция с получением водорода? Подумайте. Серый порошок и есть восстановленное железо. Водород Водород можно выделить из различных его соединений. Скажем, из воды. Прибор для разложения воды электрическим током. Кислота увеличивает электропроводность воды. Под воздействием электрического тока на электродах выделяются газы. На положительном – кислород. На отрицательном – водород. Его объем в два раза превышает объем кислорода. Проверим. Кислород. Водород. Электролизер, промышленная установка для электролиза воды, работает по тому же принципу, что и лабораторный прибор. Электролизер. Электролизерный водород отличается особой частотой. Но это дорогой продукт. На его получение расходуется много электроэнергии. Более экономичен способ производства водорода из природного газа. Водород находит широкое применение в промышленности. Из водорода и азота получают аммиак, из которого вырабатывает удобрение для сельского хозяйства. Растительные масла под действием водорода превращаются в твердые жиры. Из них приготовляют маргарин, ценный пищевой продукт. Порошковая металлургия, современный метод получения металлов. Здесь оксид вольфрама восстанавливают водородом. Помните опыт с гвоздем? Принцип аналогичный. Только вместо стеклянной трубочки стальная кассета. Продукт реакции — порошок вольфрама. В эпоху научно-технической революции его значение все более возрастает. Уже сейчас водород является важнейшим химическим сырьем. А в будущем он может стать и главным источником энергии. Субтитры создавал DimaTorzok